Субтитры делал DimaTorzok Или то, что все движущиеся объекты в кадре распадаются на какие-то мелкие полоски, и отожди видео остается только недоумение и испорченное настроение. Если вы с таким сталкивались при просмотре видео с домашних видеокамер на вашем компьютере, то вам, скорее всего, будет интересен и полезен наш рассказ. Так откуда же появились эти ужасные полоски, которых не было видно ни на экранчике камеры, ни на телевизоре? Если вас это не интересует, а интересует, как от них срочно избавиться, то нажмите на ссылку и пропустите часть нашего рассказа. А тем, кому интересно, предлагаю вернуться на более чем полсотни лет назад. Первым способом захвата движущегося изображения было кино, где каждый момент действия запечатлевался на кадры пленки, которые при воспроизведении быстро чередовались и возникала иллюзия непрерывного действия на экране. Общепринятым в итоге стал стандарт частоты смены кадров 24 кадра в секунду. Каждый кадр был маленькой полноценной фотографией на пленке и при воспроизведении на любом кинопроекторе выглядел в каждый момент времени цельно. Такой способ записи и воспроизведения получил последствия названия в телеиндустрии прогрессивного и обозначает сокращенно буквой П. Однако, во времена зарождения телевидения, ученые-инженеры понимали, что для съемки, передачи, изображения на расстоянии и отображения его на существующем оборудовании в реальном времени в таком виде возможности техники явно не хватает. Вообще, надо отдать должное дальновидности и гениальности отцов телевидения. Уже тогда, когда электроника была крайне примитивной, они заложили теоретически инфраструктуру на основу не только для цветного телевидения, но даже для телевидения высокой четкости. В первую очередь, инженеры столкнулись с ограниченностью ширины пропускания каналов тогдашнего оборудования и эфирных диапазонов. Во-вторых, нужно было сделать и само оборудование, и телеприемники максимально доступными и простыми. Выход был найден. Вместо записи и передачи в единицу времени кадра целиком, инженеры решили разделить кадр на много полосок, строк и передавать в единицу времени только четные и нечетные строки кадров. Быстрым чередованием этих прореженных кадров друг за другом изображение на экране выглядело опять как полное. Этот способ оказался оптимальным, так как увеличить частоту чередования намного проще и дешевле, чем ширину каналов, телеоборудования и радиоэфира для передачи полного кадра разом. Такой способ назвали чересрочным. В отличие от кино, где мировым стандартом стала частота кадров 24 кадра в секунду, телемир сразу разделился на два лагеря. А причины этому обыкновенные розетки, точнее переменный ток, бьющийся в этих розетках и энергосетях. В Европе и СССР была выбрана частота 50 Гц. В США же 60 Гц. Оптимальным и самым простым решением было синхронизировать работу телеоборудования с частотой электрической сети. Лишь бы частота кадров телесигнала была не меньше, чем в кино. Таким образом, в Старом Свете и в СССР была выбрана для телевидения частота кадров 25 кадров в секунду для передачи выгодных 50 полукадров. 50i от слова Interlaced. А в новом свете пришлось выбрать частоту 30 кадров в секунду. 60 полукадров в секунду, соответственно. 60i. Казалось бы, американские зрители выиграли, получив более динамичную картинку, но это не так. За большую частоту кадров пришлось заплатить детальностью картинки. В США она была 480 строк против 576 строк в Европе и СССР. Время шло. Появилось цветное телевидение. Появилась магнитная запись сначала в студии, а потом их в домах. Где тоже чрезсрочная развертка оказалась оптимальным вариантом. Бытовые видеокамеры долгое время также можно было сделать только с чрезсрочной разверткой. Насколько позволяло железо, совместимое с теми же кинескопными телевизорами. Даже с появлением цифровых камер цифрового ТВ через срочную развертку в тот период времени была дешевле и проще в реализации для захвата, передачи записи и естественной вывода информации. Ведь смотрели это все на тех же самых кинескопных ТВ. Прогрессивный построчный способ в то же время также не был забыт. Он применялся в специальных областях, а также был выбран как стандарт для дисплеев тогдашних компьютеров, которые еще не пришли в дома обычных людей. Так как не требовал передачи сигнала на дальние расстояния и был менее утомительным для глаз при долгой работе за монитором. Вот в тот момент, когда видеоматериалы с эфира и видеокамер начали обрабатываться на компьютерах, человечество истолкнулось с гребенкой. Причиной этому то, что и компьютеры, и компьютерные мониторы не работали в чрезсрочном режиме и отображали в один момент времени кадр полностью. Но в чем же проблема, спросите вы? А в том, что сенсоры телевизионных и видеокамер также производили фиксацию изображения в чрезсрочном режиме. Больше они могли позволить ни возможности матрицы, ни электроники, ни носителей записи. Да и не было смысла в другом способе, если все равно это видео смотрели на кинескопных телевизорах, созданных для показа чрезсрочного видео. В момент времени сенсора камеры снималась и записывалась информация только с четных строк, а в другой момент с нечетных. Естественно, за этот промежуток времени объект успевал перемещаться, и его изображение в чертных строках не совпадало с изображением на нечетных строках кадра. И при одновременном выводе всех полей возникала такая гребенка, которую наблюдали на экранах своих монтажных станций и прогрессивных мониторах ПК первые асы видеомонтажа. Естественно, были быстро найдены пути борьбы с этим эффектом. Начиная от примитивных и быстрых, простого дублирования одного из наборов полей с поддельным разрешением, и заканчивая интерполяцией полей во что-то среднее. Вы можете спросить, а почему эта лесенка не видна на кинескопном телевизоре, ЖК-экране, видеокамере или даже ЖК-телевизоре? ЖК-экран работает в прогрессивном режиме всегда. Очень просто. Кинескопные ТВ и так работают в чересрочном режиме, а в экранчиках видеокамер и ЖК-телевизорах уже предусмотрены так называемые гребенчатые фильтры, которые успешно и всегда аппаратно компенсируют эту гребенку. А вот компьютеры и их видеокарты всегда выводят картинку в прогрессивном режиме на ЖК-мониторах, которым не нужен гребенчатый фильтр, так как они предназначены для использования с ПК, и им нужно отдельно указывать в видеоплеере, что воспроизводимое видео через строчное, и что к нему нужно применять обработку. Об этом и поговорим. Итак, если вы на экране компьютера увидели вот эту страшную гребенку при воспроизведении ролика с вашей цифровой видеокамеры или оцифрованной ВХС-кассеты, то это значит, что видео снято и сохранено, даже если и в HD, в чересрочном Interlaced формате в режиме 50i. Что же делать? Во-первых, современные видеокарты компьютеров уже имеют аппаратные возможности по исправлению адекватного отображения через строчное видео. Обычный такой пункт настройки есть в настройках драйвера видеокарты. Он так и называется – De-Interlacing, подавление через строчности или обратная киноконверсия. Но если у вас старая видеокарта или эта настройка не сработала, это зависит от используемой программы воспроизведения, то многие программы воспроизведения сами имеют соответствующую возможность. Обычно она так и называется – De-Interlacing. Некоторые программы позволяют даже выбрать метод De-Interlacing для получения оптимального для вас результата. Сейчас мы включим De-Interlacing и сразу же видим результат. Я, для примера, использую проигрыватель VLC и мне нравится метод De-Interlacing B.O.B. Он дает четкую картинку и в то же время сохраняет динамичность видео, как будто вы смотрите видео с частотой 50 Гц, а не 25 Гц, как при воспроизведении с частотой 25 кадров в секунду, но требует больших вычислительных ресурсов ПК. Иногда, правда, бывает наоборот, что по неосторожности включенный De-Interlacing создает полоски на уже прогрессивном видео, снятом режимом 24p, 25p или 50p. Иногда такое случается и имейте это всегда в виду. На этом все. Более подробно о прогрессивной и чересрочной развертке интерлейсингу можно узнать в Википедии и других материалах на просторе интернета. С вами был SK Hardware. До новых встреч!